Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и хочется начать данное видео со слов Гуси-гуси-га-га-га. Жить хотите? Да-да-да. Ребята, разработчики выложили на продажу гуся и супер-гуся. Чем они отличаются, будем сейчас обсуждать. Посмотрим предложение в магазине. Обязательно одного из них выкатим из ангара. Почему одного из них сейчас, поясню чутка попозже. Ну и что касается того, насколько машины на сегодняшний день стоящие вашего внимания, будем подводить итоги по результатам того, что будем с вами обсуждать. Итак, вот так вот выглядит гусь обычный. Ну а гусь EXP, он выглядит в принципе точно так же, как и обычный гусь. Просто он у нас расположен на восьмом уровне. Но по большому счету, огромной разницы между этими машинами вы не найдете. В состав комплекта за 7500 золота разработчики положили два каму, которые, мне кажется, не сильно подходят на данные аппараты. Ну просто потому что выглядят они как-то, ну не совсем правильно, что ли. Это совсем не подходящее для них камуфляжи, может для какого-нибудь быстрого французского танка. Окей, хорошо. Но явно не для вот этих тяжеловесов, огромных размеров с огромными скворечниками сверху на корпусе, который тоже, кстати, является крайне огромным в бою. X5 в количестве 10 штук на каждую из данных машин помогут вам получить дополнительный свободный опыт, улучшат ваши результаты по фарму, ну и, соответственно, помогут прокачать элитный опыт экипажа. Но не смогут помочь прокачать вам какую-то из веток. Есть ава, но она не анимированная. Но есть, да и есть. Хорошо, окей. Два слота в ангаре, открытое все оборудованием. На чем большое спасибо вам, чтобы хотя бы серебряндию из копилки не тратить. Что собой представляют данные машины, будем сейчас обсуждать. И, как вы видите, предложение по покупке данных танчиков, оно, в принципе, не одно. Вы можете взять себе отдельно каждую машину. И обратите внимание, в данном случае, в отличие от многих других ситуаций, те машины, которые вы можете взять себе отдельно, они обладают теми дополнительными плюшками, которые лежат и в основном наборе. То есть, здесь действительно разработчики поступили честно. Единственное, чего не хватает аватарчика, но в целом не суть большая потеря. Поэтому, в принципе, почему честное предложение? Потому что здесь за 5 косарей восьмерка. И это, в принципе, нормальная цена для танков восьмого уровня. Вопрос в том, насколько он годен, это уже вопрос другой. Ну и за 4 тысячи семерка я бы сказал, что ценник завышен где-то приблизительно эндок на 500 голды. Было бы 3,5, было бы самое то. Ну, просто хотя бы потому, что за 3,5 вы можете взять себе другую семерку, та же самая Т-28 концепт. И в целом плюс-минус то же самое. Ну, окей, хорошо, оценили во столько, во сколько оценили. Суммарно получается 9 косарей, а так 7,5 за все тупо то же самое. Я лично не хочу покупать себе EXP, потому что у меня есть обычный гусь. Я знаю, что EXP на восьмом уровне играется точно так же, как гусь на седьмом уровне. Но и по большому счету, зачем мне два гуся? Это, в принципе, машины, которые крайне похожи между собой, как по геймплею, так и по внешнему виду. И я всегда удивлялся, почему разработчики эти две машины ложат в один набор. Но неужели нельзя, допустим, к EXP положить, там, я не знаю, ту же самую ПТ-шку, Т-28, но а к гусю с семерки, точнее не так, а к гуся с семерку, подложить в комплект какой-нибудь восьмерки. Ну, я не знаю, там, к Лёве, допустим, какому-нибудь, тоже старенькому. И тогда было бы интереснее самим игрокам, и была бы больше заинтересованность игроков покупать за 7,5 тысяч в составе набора. Ну, просто потому, что ты не покупаешь две практически одинаковые машины. Вот броня по обычному гусю, а вот броня по гусю EXP. Давайте будем называть его супер гусь, потому что у меня он, честно говоря, честно, как-то так вот ассоциируется, есть Cadillac Escalade, а есть Cadillac Escalade ESV. Ну, вот то же самое, гусь и EXP гусь. Они очень похожи, разница, которую вы видите по масштабу, это просто приближение и отдаление самого кета. Очень похожи между собой машинки, да, безусловно, в прямой проекции машины обладают очень хорошей броней. Проковырять такого товарища, который занял какую-то позицию, ну, очень сложно. Да, можно выцеливать сюда сверху в ком башню пытаться, можно пытаться бить вот сюда и пытаться пробивать как-то по башне по бокам. Но только в случае, если соперник, который играет на гусе, чуть-чуть ее начнет доворачивать куда-то. Вот тогда здесь действительно беда будет, и это светится серым. Ну, и прицелиться туда в целом на точных орудиях вполне спокойно можно. Что касается прямой проекции, особенно стоя где-то в улочках каких-то узких, в машине просто цены нет для того, чтобы на своем уровне держать оборону. Понятное дело, что если против нее заходят восьмерки, то ей уже становится не настолько весело. То же самое касается и EXP. И тоже хорошо бронированная машина, хорошие углы брони по башне. Здесь тоже все круто забронировано. Никаких тебе ни в одном гусе, ни во втором нижних бронелистов страдальческих ты не найдешь. Это действительно очень хорошая по броне машина. И что касается бортов, то я бы сказал, что здесь уже хвастаться нечем. И с учетом размера машин, которые реально просто огромные, промазать по гусю. Но я не знаю, каким образом необходимо постараться. Очень интересно забронирована тыльная часть башни. Здесь просто мега, мега брони. Но крайне мало от этого толку. Ну, честно. Кто сюда бросать будет, если у тебя задница у танка такая, что она больше, чем прицел практически любой машины в нашей игре. Как на седьмом, так и на восьмом уровне. Вот так вот выглядит броня. Причем, обратите внимание, что у обычного гуся сам затылок забронирован. Ну, а здесь шея под затылком. В чем логика? Ну, ладно. Хорошо. Прорисовали, да и прорисовали. Сравнительные характеристики по обычному гусю. Как вы видите, на седьмом левеле у нас достаточное количество машин. И обратите внимание на заявленный ДПМ. 1871. Дальше у нас идет все зеленое. Это значит, что все вот эти товарищи лучше нас по ДПМу. Хуже нас Франкенштанг. Но это не показатель абсолютно, потому что Франкенштанг это машина, обладающая уникальным орудием. У нее 460 альфы на базовом снаряде. Но если вы будете бить, допустим, голдой, то вы поднимаете до 530, если я не ошибаюсь, свою альфу. И там пробитие не намного ниже на голдовом снаряде. Но при этом, ребят, 530 альфички. Поэтому, ну, говорить о том, что можно сравнивать гуся с Франкенштангом и говорить, что он лучше, чем Франкенштанг. Да нет, я бы не сказал, что он лучше. Дальше у нас идет Лупус. Но Лупус у нас тоже в сравнение не сильно честно попадает. Потому что Лупус продается исключительно за Риалмани. Мало у кого машина есть. Мало кто машину играет. 57 игроков на данной тачке каталось в последнее время. Короче говоря, тоже товарищ. Больше коллекционная машина, чем та, которую применяют для заработка, для получения каких-то результатов в боях. Едем дальше. Кто еще? А никого. Больше по ДПМу уступающих машин на уровне просто нет. Есть те ребята, которые плюс-минус подвинуты по своему ДПМу. 1900, да, там. Согласен, не сильно большой разрыв. Но в большинстве-то своем, ребят, отрыв просто колоссальный. 2000, 2200, 2500. Короче говоря, ребят, это просто чума какая-то с этим ДПМом. И все бы хорошо, 310 альфы, да, пускай лучше, чем у кого-то, но время перезарядки, я бы сказал, не очень. И много других нюансов, касающихся по орудию и по геймплею на данной машине. 150% доходности. Ну, поверьте, это не будет ваш фармер, потому что большинство машин, которые являются премиумными на этом уровне, они имеют 150% доходности. Что касается процента по победам. 52,3. Да, можно сказать, что есть ребята похуже, но согласитесь, есть ребята и гораздо лучше. И на них стоит обратить внимание, когда вы будете покупать себе кого-либо. Тот же самый Ликан, который удивляет меня до безобразия, имеет 56,4%. Обзорчик на Ликана можете глянуть у меня на канале, ссылочка будет вот здесь вот наверху в пределах видоса. Короче говоря, ребят, по проценту побед это далеко не фонтановая машина. Ну, просто потому что правда есть правда. Вот и все. Что можно сказать про Гуся Супер? Супер Гусь у нас имеет всю ту же самую историю. Как вы видите, Шкода Т-56 уступает ему в ДПМе, но всего лишь на, если я правильно считаю, 14 единиц. Да это в принципе ни о чем. Можно сказать, что они в принципе идут ноздря в ноздрю. Дальше все зеленое, зеленое, зеленое. Опять один красный товарищ. Видим Калибана. Ну окей, хорошо, с Калибаном там тоже есть отдельная история в отношении его ТТХ и все-таки у него 580 единиц урона, поэтому фишка этого танка заключается не в том, чтобы большой ДПМ был, а чтобы работать именно от Альфы. Едем дальше. Кто еще? И у нас еще есть товарищ из Три Защитник, который просто физически и морально и как угодно устарел в этой игре и уже давно необходимо было с этой машиной что-то решать. Плюс к тому это барабан, поэтому его тоже в сравнении брать нельзя. А вот те ребята, с которыми действительно можно сравнивать данную машину, если допустим даже поубирать всех ребят, которые имеют барабанные орудия в этой игре. Если посмотреть на обычные цикличные орудия, то вы увидите, что по большому счету машина уступает по своим техническим характеристикам и соответственно по своим возможностям и результативностям в игре практически всем. Остается только Шкода, но все-таки ребят, ну блин, это не та история, чтобы говорить, что здесь действительно в пользу супер гусям что-то поползло. С гусями вообще давно необходимо было что-то решать, это одни из тех машин, которые очень сильно устарели, устарели во всем и они в принципе не вытягивают сейчас на своих уровнях, а уж тем более, если они попадают против уровней выше. Посмотрите на скорость супер гуся 29, дальше у нас идут 35, 40, 32, 42, 40, короче говоря ребят, вы блин такой медлительный, просто капец. И так в принципе всем, кто тут у нас есть красный, вот пожалуйста двое красных, ВК 168-01П, так он и так бедняга еле едет, там размеры какие огромные, то же самое касается проходной машины ВК М-101П. Тут хотя бы вопросов никаких нет, они заряженные броней, они заряженные там углами брони, так чтобы можно было ромбовать. Короче говоря, машины в принципе не предназначались как супер быстрые, все же остальные на уровне, они реально могут передвигаться. Передвигаться, в отличие от вас. Процент доходности 167 и дальше идут 175, 175, короче я бы сказал, что ничего крутого, у нас есть Лева 185, есть машины, которые имеют 170 допустим, но они вам принесут доходов все равно больше, потому что вы их отыграть сможете. Тот же самый ИС-6, который я честно говоря не покупаю себе, потому что не вижу в этом смысла, он и то лучше по доходности, чем супер гусь. Ну и процент побед 53%, окей, хорошо, типа лучше, чем у некоторых других, тоже можно было бы сказать, но ребят, давайте будем говорить. Та же самая Шкода Т56, которая несущественно, если я не помню правильно, на 14 единиц ДПМа меньше имеет, имеет целых 58,3% побед, на 10% больше. Это просто не то, что пропасть, это вообще, я не знаю, там каньон какой-то великий. Что касается Бофорца, я вообще ничего говорить не буду, тут 61% побед, но там тоже другая история и кто его катает. Дальше же, в принципе, все тоже далеко не в нашу пользу. Да, есть проходные машины, которые типа играются хуже, но все-таки прем танки берут себе ребята для того, чтобы на них зарабатывать, что-то от них иметь, получать удовлетворение от игры, я не знаю. Проходные танки играют все, кому не лень, кто пытается ветку пройти. Так что же с собой машина представляет, допустим, по техническим характеристикам, если смотреть на них через призму таблиц, которые нам предоставляются разработчиками в игре. С учетом установленного оборудования, с учетом амуниции, которая стоит, с учетом того, что у меня экипаж с огромным количеством прокачанных перков до полного. Мы имеем следующие характеристики по орудию. 4,7 время сведения, что на седьмом уровне является большой даже для заявления цифрой. Как она отыгрывается, сейчас будем смотреть в боях. У нас есть время, простите, время, господи, разброс на 100 метров в 0,385. Тоже немножко завышенная цифра, но окей, хорошо. Если бы здесь хотя бы альфа была 400, ну тогда можно было бы понять, почему разброс такой завышенный. Урон мы уже в минуту с вами обсуждали, время перезарядки всему виной, потому что там 10 секунд, все-таки долговато для такой альфы. Если бы альфа была больше, окей, оставьте время перезарядки. Ну а если делаете альфу в 310, то, ну наконец-то, поставьте ему пушку с временем перезарядки хотя бы 8,5, чтобы было комфортно играть. Бронепробитие больше, чем достаточно для седьмого уровня. Против восьмерок, если даже не будет хватать, то есть подкалиберные. Но будьте готовы, что существенно падает альфа. До 260, это практически ни о чем, как для тяжелого танка. Углы склонения вниз минус 10. И здесь стоит отметить, что да, действительно, углы склонения очень хорошие. Напоминаю, мы обсуждаем обычного сейчас уже гуся, а не супер гуся. И когда вы склоните вот так вот орудие, оно действительно очень бодро вниз опускается. И когда вы будете стоять под существенным каким-то наклоном, отыгрывая от неровностей, вы неприступная скала. Главное, не показывайте вот эти вот две части. Ну просто не влазьте прям совсем наверх, потому что сюда будут забрасывать. Что действительно еще очень классно в супер гусе и в гусе обычном. Почему говорю, что и в супер гусе тоже. Потому что здесь система бронирования такая же. Вот здесь вот не оголяется ваше днище. То есть когда вы даже перекатываетесь через какую-то горку, да, то есть преодолеваете ее. Как правило тяжелым танкам начинают забрасывать вот в эту переднюю часть, да, то есть ниже нижнего бронелиста. Здесь же очень хорошо все забронировано и пробить сюда с легкостью вас не смогут. Только если прям совсем вы уже вылезли и успеют выцелить и попасть, вот здесь в днище да. Но это уже знаете прям совсем должно быть не везение. А так в целом углы склонения орудия вниз крайне комфортные. И от неровностей в случае необходимости вы можете отыгрывать прям просто суперски. И стоит отметить это именно как позитив гусей, не считая тех негативов, которые в них есть. По большому счету вот эту вот переднюю часть иногда пробивают голдой, особенно восьмерки. Короче говоря, броня классная, но в то же время не ультимативная. Смотрим так, чтобы мы с вами не попали в столкновение. Ну и соответственно поехали посмотрим, что эта машина с собой на сегодняшний день представляет на своем седьмом уровне. Сейчас сижу и реально у себя как на руках и так и на ногах я держу пальцы крестиком, чтобы меня не бросило к восьмеркам. Потому что если к восьмеркам меня бросит какого-то хорошего результата от боя, я потенциально не ожидаю. В свое время, когда гусь был в игре, а он в игре у нас столько, сколько я себя помню. По-моему гусь вообще в принципе был введен одной из первых премиумных машин. И вот гуся тогда хотели все, я себе хотел гуся. И лет эндок 7 назад я себе гуся приобрел, я долго на него копил. Тогда у нас не было возможности донатить в игру. Тогда у нас не было возможности зарабатывать голду с помощью бустеров, там просматривая какие-то видеоролики рекламные и так далее. С голдой была реально проблема. Тогда ты мог голду получить только в каких-то ивентах, и то выиграть ты мог не так уж и много. И вот проходя какие-то ивенты, выполняя какие-то крайне редко выпадающие боевые задачи, типа допустим подорвать боевую боеукладку там у 10 соперников, и это надо было делать за день. Но мы судорожно сидели и искали информацию, где у каких танков находится БК, для того, чтобы понимать куда закидывать. Ну и соответственно лучше всех нас спасал КВ-1, у которого все четко знали, где в башне боеукладка находится. Ну и соответственно туда все гатили. Так вот, ребят, накопив вот такими вот титаническими трудами и стараниями голды, я все-таки приобрел себе Супер Гуся. В то же время я приобрел себе и Т-34. На сегодняшний день у меня просто сердце кровью обливается, ну а глаза слезятся, понимая насколько сильно вот эти бывшие имбы на сегодняшний день уже устарели морально. Ну практически во всех показателях. Ну что, поехали, попытаемся что-то сделать. Я не знаю, чего у меня получится. Ребята решили направление ТТ вообще не брать, не держать, ничего с ним не делать. Мне ничего не остается, кроме как составить им компанию и потихоньку сваливать отсюда. Поехали, попытаемся поддержать линию СТ по подвижности. Как я и говорил, машина крайне унылая, просто до безобразия. Чего-то хорошего ожидать по подвижности не приходится. И бог бы с ним, если бы эта подвижность, она хотя бы была расплатой за хороший ТПМ. Или за хорошую разовую альфу. Или, допустим, за небольшую альфу, но быстрое КД. А так ты не понимаешь реально, за что ты расплачиваешься своей скудной подвижностью. Проскочить на ней сейчас у меня, скорее всего, не получится. Если меня сейчас кто-то подсветит, будет капец мне. Разброс очень-очень большой. Время сведения, как вы видите, крайне унылое. Вот сейчас даже если бы парень, который сваливал соперников легкий танк, был в засвете, я бы все равно, ребят, его не выстрелил. Посмотрите, сколько времени мне приходится ждать сведения. Его добрали раньше, чем я смог свестись в пределах моего разброса, чтобы находился танк. Я уже не говорю свестись и прицелиться точно в какое-то конкретное место. Это прям вообще там, не знаю, ювелиром необходимо быть. Поднимаемся выше, стоит СУ-130. Целимся в него. Если парень сейчас начнет откатываться, ну мне сейчас просто повезло. Потому что если бы он не начал сваливаться вниз, я бы смог прицелиться. Если бы он начал сваливаться сразу, как только попал в засвет, а не продолжал стоять на горе гордо, то, соответственно, я бы фиг выцелил его, он бы успел 40 раз уйти. Не пробита броня, очень хороша. Так, двое там, один здесь и где-то еще катается ПТ-шка там. Значит, я могу в целом попытаться вот сейчас здесь на прострел. Мне не хватает. Реально не хватает, потому что успел товарищ проскочить на моего сведения недостаточно. Вот еще один гусь. Как вы видите, я в принципе могу вполне спокойно там в него забрасывать, но мне опять-таки не хватает точности и не хватает времени сведения. Стоять ждать этого сведения у тебя опять-таки не особо время есть. Сейчас поремкаемся, попытаемся подъехать поближе. Попытаемся поработать как танк ближнего боя. Но ближний бой для товарища с таким временем перезарядки и с такой альфой, это тоже не есть хороший выход. Потому что если вы попадаете на машину, которая бодрее перезаряжается или имеет выше альфу, соответственно, вы в этой схватке однозначно проиграете. Так, откатываемся назад, будем сейчас работать от брони. Броня есть, это против семерки сейчас, поэтому в целом все окей. Ремкаемся, ускоряем время перезарядки, потому что я хочу попадаться с товарищем, немножко урона попытаться понаносить, потому что не сильно весело получается по результатам боя. Когда вы упретесь в своего соперника, ему будет не сильно приятно с вами отыгрывать, ну, просто потому что крайне сложно будет вас пробивать. Сейчас он добил меня в бок моей башни, как вы видели. И, в принципе, то, что я вам говорил, что если вы хотя бы чутка довернете башню больше, чем надо, вас сразу заберут. Пробиваются борта, это то, что я вам говорил изначально. Что касается лобовой проекции, то в лобовую проекцию пробить вас не смогут, и показал это нам ВК, когда я скатывался вниз, особенно если вы играете от башни, от каких-то неровностей. Вы вот в прямой проекции практически неприступная стена. Сейчас быстренько досматриваем результаты боя. Я не думаю, что там прям будет что-то крутое, навороченное по результатам в виде фарма, допустим. Но посмотрим, чего мы смогли на этом гусе заработать, и обязательно зайдем еще в одну катку. Итак, друзья, закончился бой, закончился поражением. Гусь из параллельной команды, точнее команды соперников, он оказался более профессиональным игроком, а может быть более везучим, потому что он занял третье место в команде по урону, но при этом, ребят, обратите внимание, что при своих 1868 он недалеко ушел от меня, 1444, он просто добивал недобитков. Да, я согласен, он сделал все для победы, он добирал стволы, вопросов нет, но все-таки результативность самой машины говорит сама за себя. В нашем случае третье место в команде по урону в проигравшей команде, ну и, соответственно, по фарму рассчитывать в принципе не на что. Чистоганом всего лишь 11 тысяч, но это поражением кто-то скажет, да, действительно, кто-то, точнее не так, что ты хотел получить для того, чтобы, там, точнее, с того, что ты сделал в бою. На гусе особо много за бой вы вывозить не будете. Вот как бы вам не везло в бою, вы не сможете просто накосить такое количество урона, которое позволит вам вывести нормальное количество серебра. При тех же коэффициентах фарма машина, которая будет делать, допустим, на полтысячи или на тысячу урона за бой больше, понятное дело, будет вывозить серебра гораздо больше. А усилий вы будете тратить приблизительно одинаковое количество, играя как, допустим, там на гусе, так и на какой-то другой фармящей машине. Ну вот, допустим, возьмите того же самого кейлера и возьмите там супер гуся. Супер гусь набросает гораздо меньше урона, чем кейлер. На седьмом уровне тот же самый франкенштанг набросает гораздо больше урона, чем обычный гусь. И, соответственно, за то же количество выстрелов или за то же самое количество времени, проведенное в бою, вы заработаете гораздо больше. Класс, я сюда поехал один. Заговорился, ребят, и подумал, что союзники меня поддержат. Не поддержали меня союзники, один только там вот подкатывается. Ничего хорошего здесь нам не светит тогда, получается. Попытаемся вот здесь что ли поддержать как-то. Опять-таки, миримся с долгим сведением, получаем за счет этого тычку. Ну и, соответственно, попадаем под раздачу, потому что практически вся команда соперников приехала именно сюда. Не сильно бодро, не сильно весело. Класс, теперь еще и в корму заехали. Супер, супер, просто супер. Да идите вы всем, хорош меня разбирать. Но мне неприятно, дайте сделать обзор нормальный на супер крутую некогда машину. Нет, ребят, не получилось. Попадая вот в такие вот замесы, вас разберут просто на мелкие запчасти. Играбельна ли на сегодняшний день данная машина? Я думаю, что нет. Может быть, редкие какие-то бои, 2 из 10, будут приносить вам какое-то удовлетворение. Все же остальные будут плюс-минус провальными, либо не приносить тех результатов, которые вы хотели бы видеть по итогам своего боя. Я даже не буду досматривать данный бой, потому что результатов там как таковых не будет. И давайте будем подводить итоговую черту. Стоит ли 7,5 тысяч золота тратить на набор танков? Я считаю, что нет. И сейчас объясню, почему. Почему не покупать их отдельно, я думаю, вы и сами понимаете. А вот почему не стоит брать их в составе комплекта? Так потому что, во-первых, две этих машины играются абсолютно идентично. Просто каждая на своем уровне. Каждая из этих машин на своем уровне на сегодняшний день является морально устаревшей и, в принципе, не приносящей ни результатов по бою, ни вывоза серебра. Короче говоря, не предоставляют даже определенного рода фановых ощущений от боя. Может быть, тот товарищ, который в первом бою сделал 4 фрага, он и пофанился, но все-таки это была не его заслуга. Это была заслуга его команды. Это стоит отметить. Из песни слов не выбросишь. Два гуся в одном комплекте. Смысл за них платить? Возьмите 7500 золота и приобретите себе какую-нибудь машину, которую в ближайшее время, я больше чем уверен, выложат на продажу по нормальному, адекватному ценнику и радуйтесь жизни. Допустим, та же самая Шкода Т27 за 8500 золота. Дороговато, я не спорю. Но потенциально, как сама машина в игре, она принесет вам гораздо больше кайфа, фана и удовлетворения от боев, чем два унылых старика. Это мое скромное субъективное мнение. Согласны вы или нет, пишите обязательно в комментариях. Я читаю все комменты и по возможности всем отвечаю. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok